Всем привет! И сегодня у нас на обзоре обновленная вторая версия, ставших, наверное, уже легендарными наушников от компании Xiaomi под названием Mi In Air Headphones Pro, они же гибрид Dual Drivers. Гарнитура получила обновленный дизайн, цвет, а также некоторые улучшения, что касается звуковой составляющей. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Характеристики наушников. Тип внутриканальный, вес 14 грамм, тип разъема 3,5 мм, длина кабеля 1,25 мм, номинальная мощность 5 мВт, чувствительность 100 дБ, частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, импеданс сопротивления наушников 32 Ома. Комплект поставки гарнитуры минимален. В него входит сама гарнитура, сменные амбушюры, а также инструкция на китайском и английском языках. В отличие от первой, вторая версия гарнитуры имеет позолоченный Г-образный штекер, или как указано в инструкции, L-образный штекер. Такая форма уменьшает нагрузку на кабель, предотвращая преждевременный выход шнура из строя. Кабель имеет традиционную для гарнитур Xiaomi длину 1,25 мм. На участке от штекера до разветвителя для дополнительной прочности провод защищен нейлоновой оплеткой. Сам разветвитель выполнен в классическом для Xiaomi стиле. На проводе правого наушника располагается пульт управления гарнитурой. Пульт выполнен из металла и имеет три плоские с небольшими выступами по краям кнопки. На обратной стороне располагается микрофон. Сами уши, в отличие от первых, имеют резиновую ножку. Здесь она выполняет роль усилителя и не позволяет кабелю изгибаться под острым углом. Внешняя сторона корпуса наушника выполнена из металла и имеет, как заявляет производитель, черный как ночь цвет. Черный цвет придает наушникам стильный вид, но если внимательно присмотреться, то на острых гранях можно заметить потертости. По всей видимости, внешнее покрытие со временем может облизать. Внутренняя сторона наушников выполнена из пластика и имеет маркировку RL – правый-левый наушник. Под амбушюром располагается металлическая сеточка черного цвета. Что касается посадки наушников в ушах, то здесь все индивидуально. Но в целом посадку наушников я бы оценил приблизительно на 4 балла из 5. Лучшими для меня в этом плане по-прежнему остаются наушники от компании Meisel. С помощью пульта можно управлять воспроизведением контента. Для Apple-устройств нажатие средней кнопки – play-pause. Двойное нажатие средней кнопки – следующий трек. Тройное нажатие – предыдущий трек. Для устройств под управлением Android с помощью кнопок плюс-минус также можно управлять уровнем громкости. Протестируем качество работы микрофона. Тестирование будем проводить с помощью iPod Touch 5-го поколения и iOS-приложения Road Rack. Всем привет! И сегодня у нас на обзоре обновленная вторая версия, ставших, наверное, легендарными наушников от компании Xiaomi под названием Mi in Air Headphones Pro, они же гибрид Dual Drivers. Гарнитура получила обновленный дизайн, цвет, а также некоторые улучшения, что касается звуковой составляющей. Ну что же, приступим к обзору. Поехали! По данным производителя, в наушниках используется та же звуковая схема, что и в первых гибридах. Один динамический плюс один арматурный драйвер. Отличия заключаются в динамическом драйвере, диафрагма которого выполнена из графена. Благодаря прочности графена диафрагму удалось сделать тоньше, а значит легче. Как результат, уменьшение звуковых искажений и более ровная амплитудно-частотная характеристика. Тестирование качества звучания будем проводить с помощью несжатых аудиозаписей в формате флаг, стороннего аудиоплеера и iPod Touch пятого поколения. Для сравнения буду использовать, к сожалению, не гибриды первого поколения, а одни из лучших, по моему мнению, наушников от компании Xiaomi. Mi in Air Headphones Pro HD. Первые гибриды приказали долго жить и сейчас выглядят вот так. О том, как удалось их так уделать, постараюсь рассказать в отдельном видео. Звучание Mi in Air Headphones Pro второго поколения в сравнении с Pro HD моделью смещено в область низких частот. При этом высокие не страдают и звучат все так же звонко и четко. Средние частоты в угоду низким немного приглушены, но в целом детализированность их звучания находится на хорошем уровне. Что касается громкости, то по громкости вторые гибриды немного превосходят Pro HD версию. Отчасти на это влияют более впечатляющие низкие частоты. Что же в итоге? Новая версия гибридных наушников, по моему мнению, однозначно удалась. Дизайн стал более продуманным, удобным и стильным. Звучание, как и прежде, находится на превосходном и даже более высоком уровне. Новая версия гибридов особенно понравится любителям детализированного звучания с упором на низкие частоты. В общем, продукт, считаю, получился крутым, однозначно рекомендую данные наушники к покупке. Ну что же, это был обзор наушников от компании Xiaomi под названием Mi In Air Headphones Pro 2-го поколения. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!